События дня в настоящем времени в студии в Вашингтоне. Я Алис Кругляков. Здравствуйте, смотрите сегодня. Историческая ночь в Филадельфии. Первая женщина-кандидат в президенты США выступила с речью на Национальном съезде Демократической партии. Кадровые перестановки в России. Теперь 16 глав регионов силовики. А в Грузии тем временем в отставку уходит министр обороны. Подать заявление и расписаться в один день. Строительство в Одессе дома бракосочетания нового типа вызвало неоднозначную реакцию населения. Итак, Хилари Клинтон, первая женщина-кандидат в президенты США от одной из крупнейших партий, произнесла свою номинационную речь. За эти 57 минут она представила свое видение будущего и объяснила избирателям, почему голосовать нужно за нее, а не за Дональда Трампа. На съезде работают наши коллеги Роман Мамонов, Наташа Мозговая и Анатолий Кошенко, которые сообщают нам последние новости. Наташа, привет, надеюсь, ты нас слышишь. Хотелось бы узнать, как восприняли речь Клинтон на съезде и насколько сильно она контрастировала с аналогичным выступлением Дональда Трампа. Здравствуй, Олесь. Ну, Хилари Клинтон произнесла вчера самую важную речь в ее политической карьере, причем произнесла она ее не в амплуа такой железной леди, а скорее матери нации. Каковой представила ее, кстати, перед выходом на сцену и ее дочь Челси Клинтон. Давайте послушаем. И я всегда-всегда знала, как глубоко родители меня любили. Чувство, что тебя ценят и любят, это то, что моя мама хочет для каждого ребенка. Это призвание ее жизни. Хилари Клинтон вышла на сцену в белом и представила оптимистичное видение Америки, которое, ну, в общем, резко контрастировало с номинационной речью ее политического оппонента Дональда Трампа на Кливленде в прошлой неделе. Давайте вместе будем становиться сильнее, мои соотечественники-американцы. Будем смотреть в будущее с мужеством и уверенностью. Строить лучшее будущее для наших любимых детей и нашей любимой страны. На протяжении всего выступления Хилари Клинтон нещадно критиковала Дональда Трампа, то есть она представляла его таким вспыльчивым, недалеким человеком с диктаторскими замашками, номинационную речь которого она даже окрестила полночь в Америке. Только представьте его в овальном кабинете в условиях реального кризиса. Человек, которого можно зацепить твитом, это не тот человек, которому мы можем доверить ядерное оружие. При этом саму себя Клинтон представила будущим президентом всех американцев. То есть она напрямую обратилась к республиканцам, которых пугает Дональд Трамп, к независимым избирателям, к сторонникам ее бывшего соперника по праймерису Демократической партии Берни Сандерса. Многие из которых все еще считают себя обманутыми и подумывают, может быть, голосовать на выборах за кандидата от третьей партии, у которой в двухпартийной системе нет реального шанса, естественно, попасть в Белый дом. Ну, двумя главными проблемами, конечно, Клинтона в этой избирательной кампании считается, прежде всего, дефицит доверия к ней и то, что она, в общем, является таким закоренелым представителем истеблишмента. Помятуя, видимо, о том, что лучший способ вызвать доверие, это все-таки признать такие некоторые недостатки. И она сказала, что да, не все люди знают, как ее воспринимать, но при этом пообещала прислушиваться ко всем, работать над объединением страны, ну и над укреплением, естественно, экономики. Это такая самая важная тема. А поддержку истеблишмента она обернула в свою пользу, говоря о своем опыте, о стабильном лидерстве, о такой преемственности политического курса в крайне нестабильном в эти дни мире. Ну и судя по реакциям, которые мы слышали от аналитиков и даже от некоторых делегатов после ее речи, это выступление не было, в общем, шедевром ораторского искусства. Вообще, Хилари Клинтон такой педант, ей редко удавалось довести людскую массу просто до экстаза, как Бараку Абами или даже Биллу Клинтону. Но на этом съезде, естественно, демократической партии у нее была такая самая благодарная публика, которую только может, естественно, пожелать политике. Она встретила своего кандидата в президента овации. Ну, что касается Дональда Трампа, он не смог молчать в такой день. Выступая на митинге в Айове, он вновь назвал свою соперницу мошенницей, которой нечего предложить Америке. Мы не можем позволить себе еще четыре года Обамы, потому что именно это фактически представляет собой бесчестная Хилари Клинтон. Мы не можем позволить себе еще четыре года Обамы. Ну, а что дальше? Дальше начинаются всеобщие выборы. Прямо из Филадельфии Хилари Клинтон с ее партнером по предвыборной гонке Тимом Кейном уже сегодня отправляется в трехдневное турне по Пенсильвании, по Огайо, вот этим колеблющимся штатам, которые обычно определяют исход президентских выборов. Впереди, естественно, у кандидатов в президенты три месяца встреч с избирателями по всей стране и три раунда теледебатов с оппонентом, которые обещают быть, Олесь, очень интересными. Спасибо, Наташа. К слову, в Филадельфии, где проходил съезд, проживает довольно большой процент русскоязычного населения. Как говорится, пользуясь случаем, Роман Мамонов попытался выяснить, какие же политические взгляды они разделяют и за кого собираются голосовать на предстоящих выборах. Филадельфия считается местом жительства одной из самых больших русскоязычных диаспор в Америке. Точное число иммигрантов из России и соседних республик здесь вряд ли кто-то назовет, но оно точно исчисляется десятками тысяч. И где найти бывших соотечественников, как не в русском магазине, где русский вкус и родиной пахнет, ну или родными булочками и колбасой. Тамара Меньковских живет в США уже 22 года. Признается, что всегда вроде была демократом по убеждениям. Но в этом году ей симпатичнее нарушитель политических правил Трамп. Ну еще четко я не решила, но в основном я думаю за Трампа. Вот так мне он нравится в этом плане, что у него такие намерения довольно навести порядки в Америке и экономику поднять и так далее, и так далее. А вот супруги-мигранты Катя и Саша Стрелковы на вопрос, за кого голосовать, разводят руками. При всем богатстве выбора выбирать неиского. На мой взгляд, нет достойных кандидатов ни у Хиллари, ни у Трампа. Я не нахожу той нужной программы, на мой взгляд, которая будет лучше для Америки. Какой бы президент ни был, Хиллари или Трамп, то все равно они не смогут сильно выполнять, мне кажется, те вещи, которые они скандируют. На мой взгляд, для Америки можно было бы достойнее кандидата найти, чем два тех кандидата, которые остались. Хиллари и Трамп. А вот за скандалами вокруг республиканцев, а теперь и демократов, наши собеседники следят не слишком внимательно. И даже к возможной причастности России, к взлому почты Национального комитета Демпартии и упоминанию имени Владимира Путина, они относятся философски. Но даже если он помог, но если это имеет место быть, и демократическая, внутри демократической партии существует проблема. В чем дело? Значит, этой проблемы не должно быть для честных выборов. Настоящее время из пражской студии Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Массовые кадровые перестановки в России. Теперь 16 из 85 глав регионов силовики раньше работали в милиции, КГБ, ФСБ или службе охраны. Получается, погоны носил каждый пятый губернатор. Кадровые решения Владимира Путина переполошили весь истеблишмент. Во-первых, такая быстрая и масштабная рокировка была неожиданной. За один день в России сменились сразу несколько губернаторов и полпредов. В отставку отправили также главу таможенной службы Бельянинова. Во-вторых, это была именно ротация. Обладатели новых портфелей и все знакомые лица. Пресс-секретарь Владимира Путина назовет это, цитата, обычной цикличной работой президента. Независимых журналистов и политологов такая формулировка не убедит. Они строят версии, говорят об усилении силовиков перед выборами в этом году в Госдуму в 18-м президента и распределении центров тяжести разных групп влияния во власти. Нынешние перестановки продолжения кадровой шахматной партии начаты еще с отставки главы российских железных дорог Владимира Якунина, уверен аналитик Андрей Колесников. Как мы видим, начали довольно вегетарианские с Якунина, сейчас не очень вегетарианские, не заканчивают, а продолжают Бельяниновым с демонстрацией белья. И сверху донизу эта вертикаль теперь будет спецслужбистская. В общем, в этом смысл основной, основной месседж. Никто из больших начальников не может чувствовать себя в безопасности. Каждого могут ротировать в любую минуту. Самая красивая переброска, это, конечно, из города Севастополя в Сибирь. С осланной торчичалой. Это красиво, по крайней мере, географически. А в худшем случае могут просто снять с работы и карьера на этом закончится. Ротация, на самом деле, элиты, она не одномоментная, она долгая. Это размышления о том, с кем, с какой командой идти в 2018 год и на период до 2024 года. Вот в этом соль. Есть ближний круг, там много пожилых людей. Там много людей, которые не очень заслуживают по каким-то причинам доверия. Журналист, обозреватель Екатерина Винокурова в перетасовке губернаторов увидела публичный ответ Кремля на вопрос электората, насколько эффективно работает власть. Потому что они видят тот запрос, что людей достали все эти золотые пистолеты, унитазы, коррупции чиновников, и им нужно дать какой-то публичный ответ населению. И это такая форма публичного разговора с населением. И когда назначают много губернаторов, происходит так называемый эффект медового месяца. Первые несколько месяцев всегда длится у людей ожидание, если уходит кто-то непопулярный. И это всегда положительно сказывается на выборах. То есть в этом плане как раз перетасовка непопулярного губернатора, она не создает риски на выборах, а считается, что наоборот даже несколько процентов дает Единой России. Также Владимир Путин освободил от должности посла России в Украине Михаила Зурабова. Его назначили в Киев семь лет назад. Зурабов представлял, отмечу Россию, в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе. В украинском МИД нашему корреспонденту сообщили, что запрос из Москвы с кандидатурой нового посла еще не получали. Поэтому и агримана предварительного согласия Киева относительно лица, предложенного к назначению, также нет. Впрочем, кандидатура нового посла это вопрос технически, учитывая нынешние отношения Украины и России. Именно так считает политолог и дипломат Александр Хара. Наше общество мобилизировано и оно воспринимает любые шаги в отношении России только через призму войны. Поэтому для президента будет очень непростая задача объяснить, почему он будет встречаться, принимать верительные грамоты от представителя Путина официального здания. И теперь подробнее о переменах в Федеральной таможенной службе России, куда недавно с обысками приходило ФСБ. Следователи работали не только в кабинетах Андрея Бельянинова и его заместители, но заглянули и домой к главе ведомства. Федеральные каналы тут же показали, как и чем живет главный таможенник страны. Бельянинов получил статус свидетеля, по крайней мере пока, в деле о контрабанде алкоголя и накануне был отправлен в отставку. Каковы масштабы контрабанды и с чего вдруг началась вся эта история? Смотрите специальный репортаж Владимира Степанова из Санкт-Петербурга. Петербург – портовая столица приграничного северо-западного региона России. Федеральный округ соседствует с Белоруссией, Скандинавией и Прибалтикой. Каждый день из-за рубежа паромами, поездами и фурами возят импорт. Ассортимент широчайший от продуктов, питания и бытовой техники до товаров сегмента премиум. Большая доля импорта – это контрабанда. Информация из первых уст. В Ленинградской области мы разыскали бывшего сотрудника федеральной таможенной службы. Сергей, имени настоящий, общается с нами на условиях полной анонимности. Несколько лет назад мужчине пришлось снять офицерские погоны. Он не хотел мириться с нарушениями в системе. О взяточничестве Сергей докладывал в службу собственной безопасности ФТС. Но в итоге пострадал сам. Правило – это же одна система. Управление собственной безопасности структурно входит в федеральную таможенную службу. Поэтому рука руку моет. Понимаете сами. Что были громкие заявления на то, что рапорт будет рассмотрен. Мы уважаем честных людей. Что должны быть наказаны. Но не уходило никуда дальше каких-либо заявлений. Идейному бойцу на память остался только значок с форменного мундира. И воспоминания о нелегальных схемах, что и как ввозили в Россию. В моей личной практике ноутбуки декларировали, как свиные ноги. Это звучит анекдотично. Но это правда. Потому что, опять же, нет аподокциза. Гораздо проще вести, как отходы мясомолочной промышленности для корма скота. На самом деле это ноутбуки. И все это проходит. В марте 2016 года эта схема получила широкую огласку. В порту Услуга, это юго-западные торговые ворота Ленинградской области, задержали контрабандный алкоголь. Коллекционный коньяк провозили под видом строительного герметика. Потом задержали бизнесмена Дмитрия Михальченко и целый ряд других предпринимателей. Своё расследование провела журналистка РБК Наталья Телегина. Компания «Контрейл Логистик Северо-Запад», которая имела статус уполномоченного экономического оператора, это позволяет ввозить товар и подавать декларацию на него спустя какой-то срок, до 20 дней после того, как товар прибыл, фактически приехал на склад и даже мог уже потом разъехаться по магазинам. То есть статус уникальный, а если ввозить контрабанды, то это просто чудесная история. Громкое задержание главы федеральной таможенной службы и отставку её руководителя Андрея Бельянинова, скорее всего, можно считать продолжением этой истории. Насколько я понимаю, таможня перешла некую грань, когда практически всё можно решить за деньги. Тогда это гипермаркет, тогда это бизнес-модель. Потому что даже у профессиональных наёмников, не у каких-то там маргиналов, мародёров, мы говорим о профессиональных наёмниках, в контрактах написано, что наёмник работает не только за деньги. Формально экс-глава таможенной службы только свидетель. Обвинения Андрею Бельянинову не предъявлены. Пока. Но здесь принципиально важно, как провели задержание, обращает внимание Евгений Вышенков. Поэтому если они туда пришли, значит, согласие принципиальное было дано. Значит, было понятно, что через сколько-то часов это будет в прессе. Конечно, это унижение, конечно, унижение. Умышленное. И все это прекрасно понимает Бельянинов в первой. Как эта показательная мера повлияет на работу таможенного ведомства в общем и северо-западного управления в частности, ещё говорить рано, но уже можно констатировать. Кресло Бельянинова занял теперь уже бывший полпредпрезидента Владимир Булавин. Последние три года чиновник работал в Петербурге, в городе, где всё это время происходили ключевые события таможенного дела. Владимир Степанов. Настоящее время. Санкт-Петербург. И вот сегодня, ближе к вечеру, стало известно, ФСБ вновь приходило в центральный аппарат таможенной службы. Как сообщает новая газета, рапорты об отставке подали три топ-менеджера ведомства. Громкие отставки и в Грузии. О своем уходе заявили сразу два министра-республиканца. Среди них и министр обороны Тина Хидашелли. Отставки связаны с началом избирательной кампании. Республиканская партия, ранее входившая в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», на осенние выборы в парламент пойдет самостоятельно. В Грузии спорят, кто займет одно из ключевых кресел в правительстве. О претендентах на пост главы оборонного ведомства и политических прогнозах. Звиатам Чадлишвили. Это первое заседание грузинского правительства без министров-республиканцев. О своем уходе они заявили вчера днем и уже вечером не явились на работу. Пустуют два кресла – экс-министра обороны Тины Хидашелли и экс-министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закарешвили. Он возглавлял ведомство, отвечающее за налаживание отношений с абхазами и осетинами. Парламентские выборы состоятся 8 октября. Республиканская партия, которая в 2012 году пришла к власти в составе коалиции «Грузинская мечта», теперь будет бороться за эту самую власть самостоятельно. Вокруг портфеля министра обороны разыгрывается интрига. Тина Хидашелли уже после отставки, появившаяся в военном учебном центре «Крационис» вместе с главой генштаба, отказалась сделать какие-либо комментарии. Мне, как и всем, тоже очень интересно, кто займет эту должность. Сам с нетерпением жду, когда назовут имя. А имя, точнее имена, пока называют только грузинские СМИ. Журналисты, ссылаясь на некие источники в правительстве, пророчат ключевую должность кому-либо из заместителей министра иностранных дел – Давиду Дондуа или Давиду Залкальяни. Также называется имя министра по вопросам интеграции в евроатлантические структуры – Давида Бакрадзе. Мол, акцент в работе оборонного ведомства будет строиться на развитии отношений с западными партнерами. Отбор кандидатов – прерогативу главы правительства Георгия Квирикашвили. Наберитесь терпения, имена станут известны в ближайшие дни. Тина Хидашели стала первой в истории Грузии женщиной, возглавившей Министерство обороны. Кресло министра она занимала ровно год и три месяца. За это время Хидашели успела приобрести у Франции средства ПВО и начала работу по возрождению грузинских ВВС. Она изменила структуру армии, создав по стандартам НАТО два оперативных командования на восточном и западном направлениях и успела провести ряд масштабных учений, в том числе с участием американской военной техники. Наконец, она отменила обязательный призыв в армию и разработала концепцию новой резервной службы. Далеко не все ее идеи были популярны в политических кругах и обществе, но от своих начинаний Хидашели не отказывалась, чем заслужила репутацию уверенного реформатора. Новому министру, кто бы им ни стал, будет гораздо сложнее продемонстрировать свои способности. До выборов остается всего два месяца, после чего придется заново формировать Кабмин. Да и неясно, какой партии достанется это право. Звиат Мчадлишвили специально для настоящего времени грузит в Велеси. Михаил Саакашвили строит в Одессе ЗАГС, где подать заявление и расписаться можно будет в течение одного дня. Такую идею губернатора, однако, поддерживают далеко не все одесситы. Вокруг строительства нового ЗАГСа развернулись настоящие дебаты, а сама идея с экспресс-браками стала походить на пиар. Всеволод Ананев. Стройплощадка прямо на газоне перед зданием обладминистрации. Уже с 1 августа одесситам обещают, здесь всего за один день они смогут стать мужем и женой. Дом семейного счастья в стиле украинской хаты строит Михаил Саакашвили. Одесский губернатор рекламирует. Жениться на скорую руку можно будет без очередей в любое время суток. Это стало возможным благодаря эксперименту Кабинета министров. Вскоре быструю свадьбу можно будет сыграть во всех крупных городах Украины. Саакашвили хочет превратить это в настоящий туристический тренд. Точно такое же мы сделали сначала в городе Сигнаги, это в Грузии. Потом сделали Батуми. То же самое существует в Лас-Вегасе. Я считаю, что Одесса никак не должна отстать ни от Грузии, ни от Америки. Одесситы, к строящейся, как ее назвали, хатынке, отнеслись настороженно. Их удивляет не столько сама идея, сколько выбранное для здания место. Она не вписывается просто в окружающую обстановку. И для этого нужно было найти более какое-то подходящее место. Если будут проходить какие-то массовые мероприятия, протесты и так далее, будут оцеплена территория. А люди в тот момент зарегистрировались на роспись. Как они будут здесь себя чувствовать? Решение на подобное строительство в Украине выдается в течение трех месяцев. Документы должны утвердить городские власти. Но Саакашвили ждать не стал. Это никакой не горсовет, а ворсовет. Там сидят воры, там сидят коррупционеры, которые за строительные разрешения, в том числе, чтобы кто-то построил кафе, кто-то построил себе для общественных пульс. Нужно заранее давать взятки или тебя просто замучают многомесячные процедуры. В мэрии подтвердили, что разрешение на стройку не давали. Критики подвергли и саму идею. По мнению чиновников, туристам вряд ли будет это интересно. Возможно, эта штука была бы уместна где-нибудь в Аркадии, в виде развлечения, в виде фана. Но дело в том, что в соответствии с законами Украины таковая процедура не предусмотрена. Домик бракосочетаний еще не достроен. Эта история все больше напоминает какой-то пиар-ход. В пользу этого говорят и расположение нового ЗАГСа, и поднятое вокруг шумиха. Другие политики также осознали. Нововведение Кабмина можно использовать для собственного имиджа. У хаты Саакашвили уже появился конкурент. Мэр Одессы и политический оппонент Михаила Саакашвили Геннадий Труханов пытается переманить женихов и невест. Предлагает местным депутатам организовать свой домик бракосочетаний. Использовать нашу детскую историю, детский колорит. Молодые жены и те места, которые облюбовали и традиционно идут молодые люди. Например, регистрация браков в уголок Старой Одессы. А вот домика быстрых разводов ни губернатор, ни мэр строить не собираются. Разводиться одесситам придется по стандартной процедуре. Сева Алтанани в настоящее время. Одесса. По сообщениям пресс-службы Совета Европы, с середины следующего года Эстония будет переседательствовать в этой организации вместо Великобритании. Об отказе возглавить Совет с физиста к называемым Брекситом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Выход из ЕС может обернуться для Лондона еще и потерей возможности свободно продавать товары и услуги в европейском экономическом пространстве, а следовательно подорвать его позицию как Европейского финансового центра. Репортаж из Лондона. Перспектива выхода из Европейского союза, представляющего собой единый рынок, в 500 миллионов покупателей вызвала в Лондоне легкое содрогание. Все зависит от переговоров с ЕС. Мэр Лондона дал четко понять, как, собственно, и премьер-министр, что мы хотим договориться с Брюсселем о доступе к единому рынку. Однако другие лидеры ЕС настаивают, что Великобритания не имеет права на доступ к нему, если она одновременно использует ограничительные меры в отношении мигрантов. Именно проблема мигрантов стала ядром кампании за выход из Евросоюза. Пока Объединенное Королевство обдумывает сложившуюся ситуацию, другие из столицы Европы примеривают на себя статус европейской бизнес-столицы. Как и немецкий Франкфурт, Париж – один из главных прецедентов на вакантное место. Правительство Франции уже заговорило о красной ковровой дорожке для компаний, готовых покинуть Великобританию после Брексита, пообещав для экспатов крайне мягкий налоговый климат. У нас очень много международных компаний. Если сравнивать ситуацию с тем, что было еще 10 лет назад, то все полностью изменилось. Французские корпорации уже вошли в ряды лидеров на глобальном рынке. Лондон до Брексита также являлся столицей хай-тек-индустрии. В городе зарегистрированы более трех тысяч стартапов, благодаря чему Лондон получил прозвище «силиконового кольца». Однако Берлин тоже не дремлет. Будучи вторым в Европе по числу хай-тек-компаний, этот город предлагает аренду недвижимости по гораздо более низким ценам, чем Лондон. В условиях Брексита Лондон вынудил себя к гонке. Мы уверены в том, что через какое-то время преимущество Берлина станет очевидным. И все больше новых технологических стартапов переместятся именно к нам. Еще один соперник в борьбе за бывшие титулы Лондона – Амстердам, утверждает газета New York Times. Амстердам сегодня – это глобальные связи, англоговорящее население и комфортная атмосфера для экспатов. Однако защитники Лондона продолжают настаивать, что именно этот город сохранит статус столицы Европы. Потому что люди, которые занимаются бизнесом, знают, что стоит остаться здесь, и правительство, и мэр Лондона сделают все возможное, чтобы удержать их. Лондон отвечает почти за четверть экономики Великобритании. Брексит вынудил город забеспокоиться о будущем, а его соперники сегодня не дремлют. Пик популярности биг-бендов, больших оркестров, которые играли свинки джаз, выпал на 20-е и 30-е годы прошлого века. Но сегодня на приемах в Белом доме часто выступают такие коллективы. Наш корреспондент в Нью-Йорке Виктория Купченецкая нашла в Бруклине биг-бенд, который состоит из выходцев из бывшего Советского Союза. А репетируют музыканты в подвале стоматологического кабинета. Днем дантист, вечером джазист. Двойную жизнь ведет зубной врач Бруклина Марка Розен. Днем он принимает пациентов, вечером собирают у себя в подвале биг-бенд. Репетиции проходят каждый вторник. Большинство музыкантов этого русского биг-бенда – профессионалы, выпускники консерватории разных городов Советского Союза. В 60-е и 70-е годы они играли в самых престижных эстрадных и джазовых коллективах страны. Тромбонист Владимир Богданов у Олега Лунстрома, Марк Розен у Давида Голощокина. А у солистки Варвары Рогович в Туркменистане был свой джаз-боколлектив. Марк Розен, приехав в Америку, не хотел быть просто дантистом. Он поместил объявление в русской газете, мол, требуются музыканты. Начали люди звонить, начали приходить. Володя пришел, Груз, понимаешь? Потом пришел Володя Богданов. Коллектив существует с 97-го года. Они все герои, потому что они в свое свободное время, казалось бы, вот каждый из них мог сейчас пойти там отдыхать, телевизор смотреть, пляж гулять. Они приходят, тащат свои инструменты. Они приходят, потому что всего одна причина – они любят музыку. Все. Биг-бенд – это большой оркестр. От 17 до 20 музыкантов. Сегодня на репетиции их меньше. Из-за жары в Нью-Йорке некоторые не приехали. Они говорят, что научились джазу у Виллиса Кановера, ведущего передач «Голоса Америки». Сегодня ты играешь в джаз, а завтра родину продашь. Вот 7 дней в неделю, каждый день, на протяжении многих лет я это слушал. Записывал, снимал. Снимать – это записывать мелодию по слуху, без нот. АКГБ все делал вот так, чтобы не было ничего слышно. Мы старались выбирать эти станции, чтобы только какую-то музыку слышать. Русский биг-бенд выступает. То в ресторане «Распутин», то в манхэттенском клубе «The Cutting Room». Оркестру очень нужен менеджер, который занимался бы бизнес стороной жизни коллектива. Ведь они мечтают выступить в «Карнеге-Холле». Если вас слушают люди, и это откликается радостью, ваше искусство, то, над которым вы трудитесь всю свою жизнь, то, в общем-то, вот это вот самое главное. Виктория Купченецкая, Сергей Гусев, специально для «Настоящего времени» из Нью-Йорка. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я, Олесь Кругляков и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами завтра. Смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем выпуске смотрите. Скандал в благородном семействе. Хакеры взломали переписку истеблишмента демпартии США. Есть ли российский след и почему он важен? Бессмысленный и беспощадный. Террор волков-одиночек в Европе и как его предотвратить? А также пакет яровой в борьбе с терроризмом в России. Почему протестуют россияне? Все это в субботу в программе «Настоящие время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим Вашингтон, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В «Настоящее время» Сергей Дорофеев. Хороший выходной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова